Актовый зал культурно-спортивного комплекса УНИКС буквально ломился от количества желающих воочию увидеть главу Лиги Безопасного Интернета Екатерину Мизулину. Департамент по информационной политике Казанского федерального университета организовал ее визит в ВУЗ с одной целью – вновь рассказать студентам о том, насколько важно беречь свою безопасность в сети интернет. Вступительную речь Екатерина Мизулина началась с небольшой лекцией о необходимости следить за своим информационным образом. В будущем последствия могут быть совершенно непредсказуемы даже для, казалось бы, безобидных фото и видео. Кроме того, речь пошла об интернет-мошенниках, тех, кто готов на многое ради получения прибыли в сети. Екатерина Мизулина отметила, чтобы не стать их жертвой, нужно грамотно определять контент, выкладываемый на просторы интернета. Преступники, они очень четко изучают наши с вами портреты, то есть они приходят уже на готовые, они знают прекрасно уровень дохода, достатка, где вы живете, как вы живете. Что вы совершаете, какие покупки вы совершаете, какой круг общения делают портрет человека. И уже после этого чаще всего приходят с разного рода предложениями такого рода опасных моментов для нас с вами. К сожалению... Сразу после небольшого вступления слово было предоставлено студентам, которые готовы были задать вопросы, волнующие общественность. Основной интерес молодежи вызывала проблема цензуры некоторых исполнителей. Екатерина Мизулина даже вызвала гостей из зала на импровизированные дебаты, которые вскоре закончились рукопожатием и принятием точки зрения обеих сторон под бурные аплодисменты зала. Также многие интересовались личностью самой гостей, и часть вопросов была посвящена текущей деятельности Лиги Безопасного Интернета. Екатерина Мизулина отметила, что подобные встречи необходимо проводить на постоянной основе. Это поможет не только студентам, но и школьникам научиться правильному и безопасному поведению в интернете. Эти встречи я провожу по запросу школьников и студентов. Вы видите, сколько молодежи собралось сегодня, сколько еще до сих пор ждет совместных фото, общения. Это происходит в каждом регионе нашей страны. Невероятное количество запросов. Молодежь очень хочет обсуждать вот эти сложные проблемные темы, связанные не с интернетом, но связанные с государственной политикой. С ними очень мало на эти темы разговаривают, и я стараюсь показывать вот эту открытость. Прекрасным завершением вечера стала масштабная фотосессия, где каждый желающий мог лично поговорить с Екатериной Мизулиной и сфотографироваться на память. Кроме того, небольшим презентом стали открытки с автографом члена Общественной палаты Российской Федерации, чтобы этот вечер точно запомнился надолго.